Эти кадры были сняты около двух недель назад. Во многих местах на игровой зоне возле детской поликлиники прорезиненное покрытие потеряло целостность. Характерные дыры мешают безопасному пребыванию здесь детей. На сегодняшний день ситуация не изменилась, поэтому проблемой заинтересовались сотрудники Госадомтехнадзора. Приехав сюда с проверкой, инспекторы выявили еще ряд нарушений. Цепи, на которых висят качели, никак не закреплены. В любой момент они могут сорваться. Местные жители надеются, что когда-нибудь ситуация наладится и произойдет это до наступления несчастного случая. Хотелось бы, чтобы площадка была в хорошем виде, безопасна для детей. Будем надеяться, что восстановят покрытие. Но, как оказалось, в Видном есть и куда более опасные игровые зоны. Установленная семь лет назад площадка на Жуковском проезде в парке Сосинки за это время никогда не ремонтировалась. В прорезиненном покрытии не просто дыры, а из-за отсутствия в некоторых местах бордюра оно сыпется. Хорошо, что такая площадка существует, но ее надо же, в общем-то, реставрировать немножечко. Особенно покрытие, где дети бегают, а дети в основном маленькие. Координация движения не отработана. Я, как психолог, понимаю, что это для мам очень серьезно. И бабушек, которые с ними гуляют, чтобы ребенок не получил никакую травму. Что будет весьма, конечно, печально. Погуляв на улице, получить травму. Каким бы комфортным в использовании не было прорезиненное покрытие, сотрудники Госадомтехнодзора уверены, самый безопасный для детей материал – песок и грунт. Да, от него много грязи, но если управляющая компания будет за ним должным образом ухаживать, то практичнее застила не найти. Грунтовые и песчаные требуют большего ухода. Там нужно убирать мусор, а это сложнее для управляющей компании. А резиновое покрытие, оно легко убирается. Кроме того, оно имеет более красивый эстетический вид. Поэтому все просят делать резиновое покрытие. Но его нужно делать еще определенной толщины. Она должна не ниже 2,5 сантиметров. Данные места здесь имеются и тонкий слой, что приводит к быстрому его истиранию. Кроме того, здесь также имеются проблемы с состоянием игровых элементов. Открытые крепежи, недостающие части аттракционов, поврежденные бортики. Все как обычно, никто не смотрит за этим, особо управляющей компанией. На основании проверки инспекторы Госадомтехнадзора привлекут к ответственности лиц, под чьим контролем находится содержание данных площадок. Юлия Погосяна, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.